И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзо Хедж, это 15 серия приключений на сервере Цвелс на сборочке The Banished. И, ребятки, собственно, очень долгая закадрия была, и она ещё продолжается. Мне нужно в итоге здесь набрать 10 вёдер. У меня есть 8750. И если с ожившей водой проблем особенно никаких нету, да, у нас она с вами копится, то вот с этанолом есть проблема, потому что тростник заканчивается ещё, блин, быстрее, чем всё остальное. Есть дикое желание, сейчас у меня внизу... Ой, ойфочка. У меня внизу отключить автокрафт книжек, потому что сейчас они мне меньше нужны. И вот не знаю, что будет быстрее. Моя ферма сможет добить мне вот этих вот шедоу-фрагментов, или у меня изготовится необходимое количество антиматерии. Кстати, да, я здесь себе немножко расширил количество шипов. Я надеюсь, что вот тот кусок земли не будет сильно влиять на то, что мобы там, не знаю, будут прохлаждаться и всё такое. Кстати, давайте её включим. Почему она у меня выключена, я не знаю. Так, и, соответственно, вот здесь нужно сделать что? Нужно переключить просто на крафт книжек. Пусть она здесь крафтит себе спокойненько книжки и не трогает мой тростник. В принципе, даже так удобнее, если честно. Я специально не пытаюсь сюда этот самый этанол запихать, да? Так, что у нас с вами случилось ещё? Да, в принципе, наверное, только то, что я слепой. Я посмотрел, каким образом добываются вот эти вот слитки, которых нам с вами не хватало, не доставало на столик. А я, оказывается... Эльфочка боксирует с предметами, с полками. Так. Я, на самом деле, конечно, молодец. Я почему слепой? Потому что я даже такие штуки уже делал. Единственное, что почему я про это забыл, я понятия не имею. Они делаются весьма просто. Они делаются вот так. Вот у нас с вами есть, собственно, эти четыре слитка, которые мы с вами объединяем в один вот этот вот эндориум ингот, который нам с вами как раз необходим для того, чтобы сделать мейдж ворк... Мейдж воркшоп. Вот он, собственно, эндориум ингот, эндориум ингот, все окей. И остальные предметы, которые мы с вами в прошлой серии скрафтили, я вот сюда поместил. Даже вот так вот выложил рецепт, чтобы не забыть, что мне было нужно. Так, давайте его себе сделаем. Есть. Мейдж воркшоп. Поставлю я его вместо вот того, который здесь у эльфочки стоял. Ему нужна жидкость и три инструмента. Что касается инструментов, давайте посмотрим на рецепт вот этой фигни. У меня их, кстати, в итоге сейчас получилось 11. Нам нужен молоточек, нам нужны кусачки и нам нужна пила. Это все из артизанс воркшоп. Давайте, наверное, будем делать железные штори. Почему бы нет? Молоточек. Хэмер. Хэмер вот такой вот. Т-т-т-т, инвар. Копер. А давайте вот копер. У меня копера дофига. Копер. Дальше потом плаерс, наверное, да, как они называются. Каттерс. Почти. Кусачки все-таки. Не плоскогубцы. Тоже, наверное, сделаем из копера. И пила. Из копера. Давайте сейчас попробуем все это сделать. Кстати, как вы вообще делаетесь-то? А, ну, в принципе, здесь ничего сильно сложного-то нету. Давайте возьмем стак палок, стак ниток и стак копера. Я думаю, что мне этого хватит на то, чтобы сделать необходимые инструменты. Один молоточек, одни кусаки и один пила. Во, отлично. Дальше мы с вами это дело, соответственно, размещаем в необходимые слоты для этого дела. И осталось сюда поместить... Ну, осталось, во-первых, вот так сделать, конечно же, да? И поместить сюда нашу жидкую материю. Сколько у меня здесь сейчас есть? Девять ведер. Нужно десять. Еще нужно одно ведро. Всего-навсего одно. Но есть ощущение, что все. Этонал закончился. Эх, этонал закончился. Ладно, давайте пока возьмем то, что здесь есть. И мне нужна еще одна, наверное, водная вот эта фигня. Потому что, ну, не ведрами же... Хотя, погодите, что бы не ведрами? Давайте ведрами будем засовывать. Здесь, в конце концов, ненадолго это, я думаю. Ать, два. Ать, два. Ать, 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 ать. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот девять я сюда запихиваю. Теперь здесь empty. Мы с вами сможем без зазрения совести поставить назад. Единственное, что перед этим нужно сделать вот так. Кстати, может быть и хватит. Потому что у нас с вами просто заполнился второй танк с побочкой, да? Возможно, здесь еще на одно ведро хватит. Так, теперь сюда нам с вами нужно поместить коралевые вот эти штукенцы. Как я уже говорил, из трех делается одна такая штука. Эти три нужно разместить вот таким вот образом. А не то, как написано в рецепте. Так, шедлджем раз, шедлджем два, шедлджем три, шедлджем четыре. О, почему empty? Мне казалось, здесь одно ведро должно было оставаться. А, я его не залил. Бум. Все окей. Теперь залил. Одно ведро здесь есть. Отличненько. И у нас с вами таким образом получается 15. Напомню, что мне нужно 16. То есть, что вот будет быстрее? Здесь соберется одно ведро антиматерии или там внизу моя МВФерма мне набьет вот этих фрагментов. Ждем, ребятки. Так, ребятки. Два ведра накопилось. Это даже больше, чем мне нужно. Ну и ладно. Раз ведра. Два ведра. Открывайся. Это что такое? Во. Что-то странно, как-то рецепт себя повел. Ну ладно, эти штуки я отсюда заберу. Потому что они мне необходимы. И у нас с вами получился... Где он? 16. 16 шедлджемов. Ох, наконец-то я себе смогу сделать ключик. Так, что мне нужно? Мне нужен вот этот вот Transmutation Jam. У которого вроде как раньше было 10 использований. По крайней мере, в Вике во всех про это написано. А здесь что-то у него использования и нет. Возможно, в версии для 1.12. Это поправлено. А, нет. 6 из 10. Окей, появился у него durability. Жаль. Ну ладно. Лежи себе здесь. У нас есть 4 таких штуки. Осталось взять 4 Redstone. И что там было по центру? Глаз Эндера, кажется, да? Глаз Эндера. Раз Эндера. Два Эндера. Глаз Эндера. Есть такое дело. Так. У нас с вами день. Ну ладно, день так день. Пойдемте к нам на арену. Здесь, по идее, сейчас-то уж наш, надеюсь, Аникономикон смог 5 тысяч энергии накопить. Я не понял, откуда здесь шокоты. 5 тысяч. Превосходно. Это не было так запланировано. Ладно, ничего страшного. Так. По центру глаз Эндера. Готово дело. По краям вот такие штуки. И Redstone. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь будет долгий процесс. Shift. Правый клик. Просто правый клик. Я что-то не то сделал. В смысле? Простите. Требуется жертва. Окей. Так. Каким образом делать жертвы? Надо, наверное, взять какую-нибудь корову. У меня, по идее, должен был быть спаун яйцо. У меня обязано было быть спаун яйцо. Есть даже два. Отлично. Давайте, наверное, одну коровку размножим. Заодно я полечусь, потому что она сейчас 100% меня убьет. Прямо вот. К гадалке не ходи. Куда ты побежала-то? А, эльфочка же. Ты испугалась эльфочку. Дурацкая корова, стой. Так, даже лучше. А яйцо ты мне дала? Дала. Так, у меня есть одно яйцо. А что я сделал-то? А, ну это пусть она здесь пока ходит. Так, пойдемте. Каким образом приносить жертву? Я точно знаю, что рядом должно быть вот это вот животное. Кстати, ночь наступила как-то внезапно. Поставим животное вот сюда. Тык. И правый клик. Блин, шлип, правый клик, да? Почему не работает-то? Что не так? Так, ребятки. В сингле попробовал. Вроде работает. Но суть в том, что как бы жертва должна быть, видимо, в одном блоке вообще вот ритуального вот этого центрального камня. Это на самом деле немножко странно. Про это нигде не написано. Но, да, оно сработало. И жертву надо убить. Отлично. Если бы мы с вами сейчас не убили жертву, было бы страшное. Хотя оно, возможно, еще и так будет страшное. Я немножко отойду. Да, понятно, что оно сейчас долбанется. И у нас с вами есть отличная вещь. Обливиан катализатор. Катализатор обливиан. Ну, как сказать, бездны, наверное, тоже, наверное, и он можно привести как бездну. Так, давайте я свой некрономикон снова поставлю заряжаться. Нашему замечательному, как его там, бишь, зовут? Шуб Нигурат. Вот он здесь зачем-то сделал себе Нигурат. Ладно, окей. Мы сделали себе вот эту штучку. Пойдемте теперь себе сделаем этот самый ключик. Что нам с вами нужно помимо этой хрени? Вот я здесь в тинге инвестировал всякое разное. Так, два Королевом Перла, Королевом Кобблстоун. Королевом Кобблстоун. Простите, а что такое Королевом Кобблстоун? Это то, из чего у меня домик сделан в Бездне, да? Это Монолит, это Абисал. Погодите, а как его сделать-то, этот вот Королевом? Ну, он вроде типа как-то в больших... А, менее... А, погодите, Абисал Вейсл... Абисал Вейсланд. Ту-ту-ту-ту. На высоте 76, на высоте 64 только он есть. И очень-очень чуть-чуть, и больше его никак не сделать. А есть такое ощущение, что это кусок какого-то данжа. Так что нам сейчас с вами придется вернуться все-таки в этот самый, в Абисал. И там немножко еще полетать. Окей, увидимся там. Ой, а кто это у нас здесь есть? Королевом Кобблстоун. Как раз вот в виде этой вот замечательной цепочечки. Из тебя можно сделать... Из тебя можно сделать Королевом Стоун, а мне нужен... Королевом Кобблстоун даже. Все отлично, все. Я все сделал. Это был самый быстрый и скоротечный забег в Абисал. Если честно, я просто включил на записи. Думаю, что сейчас здесь наверняка будет какая-нибудь жесть происходить. А жесть здесь не происходила. И на самом деле, пока мы с вами здесь... Давайте я еще соберу себе вот такие штучки. Они нам с вами будут нужны на то, чтобы скрафтить какой-то саплинг. Я уже, правда, сам не помню какой. Но чуть ли не из Текриборна. Если это действительно так, то мы с вами можем потихоньку начинать еще и Текриборн. О, да. И Блейз Рот. И ключик. Ключик-портальчик. Отлично. Теперь я могу в любом, в принципе, удобном мне месте делать портал. Но я этого делать, конечно, не буду, потому что это не нужно. На самом деле, нужно этот ключ для того, чтобы последствия сапгрейдить до следующего. Это единственный рецепт. Ух ты, ёх ты. Я что-то, если честно, даже не знаю. У нас следующее-то вот это измерение должно быть. Дредд. Азора. Там живет Азора некий. А лопа... Господи. Роза упала на лапу Азола. Окей, хорошо. Взяли эту штучку. Что касается вот этих вот фигней. Я, на самом деле, нужно было себе взять еще шиппинг для того, чтобы получить вот такой Рабер Саплинг. И, в принципе, это начало Текриборна, если что. Я их положу, наверное, в сундук с Абиссалом, потому что мы с вами туда пойдем не далее, как буквально сейчас почти, да? Абиссал. Для чего мы туда пойдем? Мне нужно себе сделать следующий Некрономикон. И эльфочка очень громко мучает землю. Так, следующий Некрономикон у нас с вами требует обычный Некрономикон и три вот таких вот шкурки. В принципе, все бы ничего, но эти шкурки как бы требуются, в смысле, падают, делаются. И с Королевым Плэгд Флэш. Королевым Плэгд Флэш у меня есть. И... Что-то такая громкая эльфочка-то. И... Из... Вот таких штук. Эссенция Абливиана. Это... У нас она получается следующим образом. Мне нужен Став оф Рендинг. Вот этот вот Став. Вот этот посох. Делается он, в принципе... Блин, опять шартов Абливиан. Ёж-моёж, да вы издеваетесь нахрен. И... Шэдоу Джем Шард. Блин, у меня есть, конечно, какое-то количество. По-моему, не сильно много. Оооо! Я выстрелил даже с перепугу. Да, у меня, конечно, их не сильно много. А эту самую штуку мы с вами выключили, да? Но нужно включать её заново, потому что нам снова требуется либо жидкая эссенция, либо что-то там ещё. Так, а здесь у нас что закончилось? У нас закончилась живая вода. Но это не так сильно страшно. И, ребятки, пока я жду, что у меня всё здесь делается, я решил себе сделать батарейку попроще, потому что на эту мне придётся освободить мою систему, в частности, мои вот эти вот замечательные вещи для того, чтобы делать там разные сплавы химические, да? Мне этого сейчас делать не хочется, поэтому нужна хоть какая-то батарейка, и я решил воспользоваться вот этой. В принципе, осталось сделать... Копер Айрон. Осталось сделать несколько соленоидов, и на этом, собственно, и всё, пожалуй. То есть, наверное, по четыре на каждую. Раз, два, три. То есть, вот так вот типа того получается, да? И мы с вами себе сможем позволить три таких батарейки. И теперь их сможем объединить вот в такую батарейку, если я себе возьму ещё один этот марганец, или как он там бишь называется, магний, марганец, не знаю. Один хрен, никогда у меня с химией не ладилось. Так, мы с вами сделали батарейку, это хорошо, я её теперь могу со спокойной душой поставить вот сюда. Единственное, что вопрос, как она правильно работает. То есть, так понимаю, что ей нужен вход, и ей нужен выход. Наверное, в таком случае нам с вами придётся системку немножко переделать. Я, наверное, хочу... Как бы это лучше сотворить-то? Я бы хотел видеть, что здесь происходит с энергией. Боюсь, в моём случае сейчас это пока... Как сказать? Роскошь, в общем. Давайте её поставим пока вот так. Там я что-нибудь, может быть, придумаю. Так, по идее, вот она начала в себя набирать энергию. И будет ли она автоматом эту энергию выплёвывать, или всё-таки нужно делать ей там shift-правый клик, или как-то так. Давайте посмотрим. У нас энергия здесь... Да, начала падать, к сожалению. То есть, видимо, придётся как-то... Чё на них написано? Right-click a site to read the energy level, and right-click while sneaking with empty hands to toggle the site energy connection. Так, единственное, что... Погодите, а это что означает? То, что если я вот здесь делаю shift-правый клик, она перестанет подключаться, или как? Она перестанет подключаться, ребятки. Может быть, вот так? Типа вот так она отдаёт? Вот. Единственное, что как бы визуально почему-то этого не видно, или я не вижу, я слепой. Ну ладно, вроде как вот так всё работает. Хорошо, я жду дальше. Закадрю потихоньку здесь. И, ребятки, доделались у меня четыре вот этих shadow jam. Означает то, что мы с вами вполне себе сможем теперь получить ещё один вот такой дурацкий шарт. И, помимо этого, мы себе сможем получить staff of randy. Так, что делать с этой хренью? Ну, для начала давайте я скину redstone. И теперь мы с вами идём в abyssal, будем пытаться там не умирать. Сейчас объясню почему. Итак, для того, чтобы получить эссенцию, нам с вами нужно взять местных мобов. Причём именно местное мобьё. Вот это вот. И делать по ним правый клик вот этой штукой. Это наносит им повреждения. И, по идее, в наш посох сейчас должна прибавляться эссенция. Давайте проверим, прибавляется или нет. 7 из 100. То есть, вы понимаете, да? Мне нужно сейчас здесь ходить и убивать правым кликом вот это вот. Вот этих зараз. А учитывая то, что на меня навешивается сразу же почти эффект вот этой дурацкой чумы. Фу, благо она сейчас слился. Это будет то ещё занятие. Я думаю, что я, с вашего позволения, конечно же, да, сделаю всё это дело за кадром, и мы с вами увидимся. Ребятки, я нашёл читанный способ. Ну, относительно читанный, да. Всё-таки кто-то меня умудряется здесь поцать. Я не знаю, сейчас здесь дохнуло или нет. Ну, на самом деле, мешают здесь, как обычно, не местные, а, блин, ванильные стрелки, которые здесь очень сильно прокачаны. Но, вроде как, так тоже можно вполне себе фармить. Угу. И, ребятки, я обнаружил то, что, оказывается, наш вот этот посох по какой-то непонятной мне причине работает на расстоянии, причём на достаточно большом. Не знаю, видимо, так это и должно было быть. А, во-вторых, то, что у меня, оказывается, уже есть две вот этих штучки. Я здесь стоял просто, заживал правый клик, и вот, собственно, всё случается, да. Ничего страшного, оказывается, в этом и нету. Даже ничего гринного в этом нету, но это было немножко неожиданно. Так, окей, давайте, наверное, я ещё сейчас одну добью, и мы с вами будем смотреть, зачем мне это вообще было нужно, потому что я немножко забыл. Кажется, делать какие-то шкурки. Хм, знаете, а хорошо, что я себе сделал ровно три, потому что я ещё раз посмотрел на рецепт следующего некрономикона, и нам с вами нужно три вот таких штуки, а на каждую из них требуется вот такая фигня. Ну, ладно. Совершенно случайно, если честно, забыл, не думал об этом. Ладно, давайте сделаем три вот таких фигни, и теперь, по идее, мне ничего не мешает. Единственное, что он у меня полностью заряжен, и что будет на выходе. Полностью разряженный. А нет, пять тысяч осталось. Е-е-е, ништяк. Я пойду его скромлю в нашей статуэтке. Так, ребятки, если честно, вот это вот, видимо, действительно следующий ключ, потому что я вспомнил, как я смотрел обзор, и нам действительно нужны вот эти предметы. Ну, с Transmutation Gem все понятно, мы с вами его уже делали, да? Но, кстати, нам ещё нужно 10 тысяч энергии для этого ритуала, если что. Нам сейчас нужно найти вот такую фигню и вот такую фигню. Вот эта фигня ищется, как будто мы с вами будем искать ванильный этот самый, как называется, Stronghold, где живёт Ender Dragon, где портал Вен, да? Но здесь для этого используются специальные глаза. Вот такие вот. Я надеюсь, что 16 штук мне хватит. И, кстати, да, если вдруг кому-то интересно, то второй ингредиент, вот этот вот глаз бездны, как он там называется, вот эта фигня, это выбивается аккурат из местного Abyssal Dragon, наверное, назовём его так. Вызывается он тоже путём ритуала, я думаю, что мы с вами тоже до этого дойдём однажды, но сейчас я хочу себе найти Stronghold. То есть делаем всё то же самое, что и в ваниле, да? Кидаем камень и я вообще что-то не вижу, чтобы он куда-то делся. Что это за глюки? Ау! И меня ещё кто-то убил. Вы чё, ребятки? Куда улетел мой глазик? Их и так немного. Куда вы летите? Почему я их не вижу? Чё за хрень? И тут ещё ужас какой-то. Так, давайте я с этим сначала разберусь. И, ребятки, смотрите, что я нашёл. Единственное, что очень странно, сгенерённая структурка. И как мне интересно в неё нормально попасть-то? Это что я такое ставлю страшное? Ладно, пофигу. Мне нужны любые блоки, по которым можно будет спуститься. Единственное, что я вот даже не знаю, имеет ли смысл мне, наверное, может быть, вернуться назад и попробовать себе сделать сюда Waste Home, потому что вдруг я сейчас с первого раза это дело не пройду. Варианты-то могут быть. Вообще какая-то очень странная структура. По-моему, плохо сгенерённая. Что это такое? Какие модные двери! Эльфочке точно понравится, надо будет ей не показывать. А то у нас весь дом будет в таких дверях. Так, ну здесь, по идее, как обычно всё, да? Нам с вами тупо нужно найти портал. Только вместо портала здесь должен быть статуэтка. Статуэтка. Вроде как генерация вообще ничем не отличается от ванильного данжа, кроме того, что... Ох! Что-нибудь здесь? Сундучок. О, отлично! Королиум Перл и три золотых яблока. Неплохо, неплохо. Так. А много здесь таких, интересно? А вот там что у нас с вами такое? Там может быть тоже что-нибудь интересное? Нет? Просто фонтан? Ладно. Генерация, похоже, немножко отличается. Просто, опять же, в обзоре было сказано, что генерация такая же. И она там, видимо, действительно была такая же. А здесь вот что-то поинтереснее, смотрите. Опа, не тескерет, например. Зараза. Если у меня здесь, кстати, между прочим, кто-нибудь меня здесь сейчас заразит. И всё, это хана, ребятки. У меня уже полон инвентарь умна. Ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нельзя так. Главное, не заражайте. Стрелять-стрелять, но заражать не смейте. У меня с собой даже в какой-то веке есть этот самый бинтик. Потому что опасно. Я просто боюсь, что мы с вами находимся где-то в тысячи блоках от моего портала. Я сюда могу банально не добежать. Слушайте, очень хочется, если честно, сейчас вернуться и сделать сюда вейстоун. Чисто на всякий случай. Потому что что-то я очкую. Ладно. Спокуха, Зик, спокуха. Ты всё сможешь. Это обычный ванильный данж с кусочком золота местного. Опаньки. Сундучок. Обливион каталист. Ну, возьму, вдруг кому-нибудь там, не знаю, на сервере дам. Давайте его даже положим вот сюда. Всё? Прикольно. Ладно, на самом деле, бродить здесь, наверное, не сильно интересно. Поэтому давайте я вам просто покажу, если я буду находить здесь какие-нибудь сундуки или что-нибудь интересное. Ребятки, я его нашёл, я его нашёл. Вот там, видите, портал? Ой, не портал, а этот спавлер. Это то место, где мы с вами должны сейчас будем свистнуть себе статуйку. Я с лёгкой душой убираю отсюда спавнер, потому что он больше не нужен. И вот, то ради чего мы, собственно, сюда пришли. Мне нужна какая-то модная кирка. Блин, а я ходил и выбросил свою модную кирку. Чёрт. Как бы мне вот здесь сделать так, что вот... Тотем. Я не помню, как эта хрень называется. Пусть будет тотем. Я здесь, на самом деле, где-то нашёл в одном из сундуков кирку модную. И успешно её уже отнёс домой. Ладно, может быть, у меня получится найти ещё одну. Потому что сейчас идти домой, это, наверное, будет сложнее даже. Ребятки, я попробую сделать иначе. Я, на самом деле, походил ещё. Нашёл даже себе коралевые инготы. Нашёл вот ещё одни такие непонятные, кстати, ботинки. И если знаете, пожалуйста, напишите мне, каким образом открывать вот эти вот вещи. Потому что в самом по себе этом некрономиконе ничего похожего не написано. Там написано, что, я скажу, ищите какие-то там фрагменты, да? Опаньки. Простите. Вот. И у меня некоторые вещи вот так отображаются. Так. Теперь главное отсюда найти выход. Так, ребятки, я успешно добрался домой. И, собственно, вот такая, о которой я говорил, она тоже вот неизвестная, да? И, учреди то, что у меня есть вот эти коралиумы, из них вроде как тоже можно сделать кирку. Но вот не знаю, давайте сначала попробуем вот этой. Вдруг у меня получится. Так. Бум. Наш маленький камушек. И-и-и-и. Ничего не могу сделать, да? Хреновая кирка. Ладно. Давайте сделаем из коралиума. Раз-два. Это, видимо, кирка, которую, по идее, можно было сделать прямо в овеле, да? Вот то, что это было. А вот коралиумовая. Во! Можно коралевого-мей-мей-мей. Так, мой красный-красный идол, иди ко мне назад. Во, отлично. Так, слушайте, очень хорошо, что у меня с собой есть эта палка, и очень хорошо, что у меня с собой был опыт. Но это на самом деле спасибо местным мобам. Так, мы с вами выполнили вторую часть, да? У нас с вами есть такая штука, у нас с вами есть сам по себе ключик, это ладно. У нас с вами есть некрономикон, и осталось только вызвать вот этого вот уродца. Единственное, что для этого мне нужно взять свой некрономикон, чтобы посмотреть, как это вообще делается. И, ребятки, делается это на самом деле не очень сложно, рецепт такой, ну, в принципе, все достаточно выполнимо. Единственное, что этот ритуал уже должен быть произведен исключительно в Вейстленде, поэтому, собственно, ну, потому что там дракон сам по себе будет вызван, да? И здесь еще есть какие-то, в принципе, другие ритуалы, которые мне сейчас пока не сильно интересны. Вот, но учреди в том, что мы с вами записали уже достаточное количество времени, мы с вами будем драться с драконом уже в следующий раз. А сейчас будем с вами прощаться, с вами был Зигзахедж, большое спасибо за то, что посмотрели серию до конца, не перематывая. И на скорости 1Х, также большое спасибо всем, кто меня поддерживает финансово, в частности, Ритариусу. Ребятки, большое-большое-большое-большое спасибо еще раз, мне крайне важно. И, собственно, да, если вы хотите меня поддержать, но у вас нет финансовой возможности, просто смотрите серию до конца, ставьте лайк и оставляйте комментарии. С вами был Зигзахедж, увидимся в следующий раз, до новых встреч, как обычно, всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok